Если объединить идеи, с одной стороны, интеллектуальный, искусственный интеллект, который сегодня уже очевидно будет работать прямо в камере, потому что уже сегодня все ведущие производители процессоров для камер объявили о том, что уже есть линейка с нейроускорением на камере. Кстати, два слова про нейроускоритель. Сегодня как бы дорого нейроускоритель, потому что это платный андвития, например. Вот почему дорого? Потому что Nvidia платы не разрабатывались для ускорения нейросетей, они разрабатывались для ускорения расчетов графических. Но потом какие-то умные инженеры в Nvidia придумали, о, а почему бы нам эти 150 процессоров, которые внутри стоят, не использовать для распараллеливания вычислений для обучения нейросетей. И это действительно весь бум, который мы получили сегодня, он связан только с этим. Математика разработана очень давно. Просто, грубо говоря, раньше обучать нужно было неделю, а то и в месяц, просто чтобы получить сеть, а уж рассчитывать там тоже нереально. Вот, действительно смогли ускорить. И сегодня на всех графических сопроцессорах мы как раз и ускоряем работу нейросетей. Но, понятно, что следующая генерация это чипы, которые будут разработаны специально для расчета нейросетей, конкретных. А чип, что такое чип? Это песок, да? Не просто как-то собранный. Грубо говоря, молекулы по-другому собрали. Это ничего не стоит. То есть, это значит, что завтра у нас, понятно, что будут камеры по тем же ценам, все сейчас, которые, в общем, ну, скажем, недорогие. Просто это не какие-то особые камеры, которые там подороже. Обычные камеры, и у них у всех будет стоять нейросетей. У всех. Это значит, что вы можете, во-первых, сам производитель обязательно предложит весь набор детекторов. А если есть детекторы, то, опять же, облачные технологии становятся более интересны, потому что вам не нужно перегонять весь поток. Вы большую работу по вычислениям делаете прямо на камере. Хранить часть обязательно будете на камере. Кстати, сейчас, опять же, будет тренд, я думаю, один из трендов главных, это то, что камеры сейчас пойдут не со SD-накопителями, а со SD-накопителями. Обязательно будет тренд, потому что, на самом деле, вот уже сейчас видно, что зачем нам эти централизованные какие-то NVR, сервера, камеры, они прекрасно могут общаться, чтобы предоставить единую сеть. То есть вы просто ставите камеры с дисками в каждом, и все, у вас готовая система. А если вы хотите какие-то дополнительные сервисы, то вы практически бесплатно можете получить их из блокчейн-сети. А более того, самый главный интересный сервис, который вы можете получить из блокчейн-сети, это охранника. Вот это, мне кажется, самое интересное, да, вот это вот кто-то дзынь, и там, а, что тут, а, да нет, это ложная сработка. И все, и пошла дальше с ребенком заниматься. Понимаете, вот это, это реальность абсолютно. Потому что вы можете ей доверить, потому что она будет одна из, там, нескольких человек, которые вот это проверят. Понимаете, вы на самом деле повысите качество именно охраны, то есть качество вовлеченности человека в этот процесс. Только благодаря блокчейн. Любой другой вариант, это просто сделать этот сервис дороже, чем вы наймете человека. А вот этот сервис сделать дешевле, чем вы наймете человека. Вот такие два тренда. Все потрясающе. Ну, конечно, я не скажу сейчас, что у нас все готово. Продукт, пожалуйста, вперед. Конечно, нет. Это просто видение того, куда, наверное, можно развиваться. Сейчас я расскажу уже про те моменты, которые мы реализовали уже. Имея понимание, что как тренд это понятно, но уже сегодня есть и конкретные запросы. Скажем, мы обратили внимание, что сегодня почти все крупные инсталляции, которые мы делаем в Европе, то есть наши партнеры делают в Европе, это инсталляции мониторинговых центров. То есть продукт у нас покупается не для конкретного клиента, а покупается для того, чтобы построить дата-центр. И уже от этого дата-центра предоставляют услуги безопасности для конкретных клиентов. Вот это вот действительно прошлый год. И вообще хочу сказать, что вот, как я говорил, что если прошлый год был годом искусственного интеллекта, скажем так, то есть все ходили по стендам и говорили, покажите, где у вас искусственный интеллект должен быть. И на всех стендах было написано, deep learning, deep learning, у нас искусственный интеллект везде. То вот этот год, ну, как бы, получается, вот сейчас это происходит. Вот сейчас прошла в Америке только что выставка GSX, и уже тут видим тренд, тренд уже везде. А, только что в Германии, если бы, облачное наблюдение. Вот сейчас прям куча новых компаний, стартапов, облачное наблюдение, облачное наблюдение. То есть я думаю, что, хотя про облачное наблюдение мы уже лет 10 говорим, потому что тренд из IT очень давно, но мне кажется, именно вот сейчас момент, когда действительно эти идеи становятся реальными. И понятно, что раз мы реализовали в продукте, то это значит, с нас это сейчас требует. Потому что, к сожалению, у нас, как всегда, да, у любой, наверное, компании, кто становится разработкой, никогда не бывает, чтобы ресурсов было достаточно, чтобы мы и все текущие запросы вытворяли, и там в будущее куда-то глядели. То есть в данном случае, конечно, мы видим это будущее, потому что мы уже сейчас видим те запросы, которые у нас есть по всему миру. И как вот я когда говорил, что Тайвань, значит, двигала продукт вперед с большим темпом в свое время, и я чувствовал себя комфортно, конкурируя здесь, что у нас уже все это есть. Я помню, вот цвет, например, да, все было черно-белое, а у нас же было цветное, потому что в Тайване уже все было цветное в то время. Ну, да, старые времена. Сейчас примерно такая же ситуация. Европа и, наверное, Америка, клиенты крайне требовательны, и сегодня развитие в этих направлениях фактически уже стало требовательным. Субтитры сделал DimaTorzok